Ветхозаветный евангелист Подвиг – это доблестный поступок, имеющий большое значение для людей. Господь не просто делает подвиг для людей, Он делает людей способных, потому что о подвиге говорится о Церкви Божьей, о людях, которые будут избраны Иисусом Христом, абсолютно с измененной судьбой, с верным сердцем и с достойными качествами характера. Он создает людей, способных на героические акты. Сегодня перед нами наши братья и сестры, и мы их сердечно поздравляем, которые заключили завет с Господом. И знаете, для нас сегодня важно, что Христос пожертвовал своей жизнью для того, чтобы мы во всем видели Его. Могу ли я сегодня радоваться тому, что делает Бог? Конечно, все скажут, конечно, мы радуемся тому, что делает Бог. Но радуемся ли мы тому, что делает Бог, в брате или сестре? Если мы посмотрим на этот текст о подвиге души своей, на которую он будет смотреть с довольством, о людях, о Церкви Божьей, можем ли мы также вместе радоваться друг за друга, когда наш брат и сестра получают успех, наделен определенными дарованиями, которые служат Богу? Я хочу, чтобы мы сегодня в контексте наших сегодня служений, вечерей Господней, вспомнили одну важную мысль для нас, братья и сестры. И может быть вопрос такой, как нам жить, не сравнивая себя с другими внутри Церкви? Как нам сегодня жить так, чтобы радоваться тому, что делает Бог? Потому что справа и слева от тебя, брат, сестра, находится человек, который является подвигом Иисуса Христа, которого Бог наделил, очистил, омыл, поставил, чтобы он шел и приносил плод. Но когда этот плод начинает превозмогать или умножаться больше, чем мой собственный плод, мы начинаем завидовать и угошать действия Святого Духа. Мы должны, во-первых, помнить, что личностный Бог приходит персонально к нам в наше сердце. Запомните, все стою у двери и стучу, в книге Откровения написано. Господь не приходит в общежитие. Знаете, когда приходит, и там женщина-вахтер, позовите мне такого-то человека с третьего этажа, с такой-то комнаты. Нет, Господь приходит персонально в наше сердце, каждому личностно. И мы сегодня сидим здесь, и каждый из нас знает, что это мой Господь. И каждому Бог говорит одновременно. Помимо нашего собрания сейчас проходят в тысячах, может быть, в миллионах местах служения, где двое или трое в больницах, в домах молитвы, в храмах, везде, где призывают имя Божие. И Господь слышит. И Он не позволяет нам усомниться в том, что Он рядом с нами и реально смотрит нам в глаза. Мы можем отвлекаться, но Он смотрит нам в глаза. Он слышит нас. Даже сейчас. Он слышит каждого из нас. Но для нас сегодня важно, почему? Потому что все заключено, вся благословение, благодать, успех церкви заключен от наших взаимоотношений друг с другом. И Христос, когда уходил, и когда Он шел на Голгофские страдания, и когда Он давал последние наставления, Он говорил как бы между строк. Пожалуйста, любите друг друга, пожалуйста, цените друг друга, дорожите друг другом, потому что от ваших отношений друг с другом будет зависеть, поймут ли люди, что вы мои ученики или нет. Вот что важно. Как нам сегодня жить в церкви, не сравнивать себя? Перед нами братья и сестры. Они получили духовные дарования. Они будут иметь успех. Они будут делать что-то для Господа. И наша задача этому радоваться. Мы должны сегодня понять. 1 Коринфянам 12 глава 7 стих. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Абсолютно каждому. Вот мы получаем духовные дарования для того, чтобы служить Богу. Бог снаряжает нас этими способностями являть Божью славу, полноту Христа в Божьем храме. Таким образом, Господь украшает свою невесту. Невеста должна что-то уметь делать. Плод Духа, мы знаем, это наши добродетели. Это как кровь. Плод – это как гены внутри организма. Это генотип определенный. Это генный уровень наших отношений. Ну, как вот, если брать физиологию. Внутри обычной семьи. Папа, мама, ребенок. Ребенок обязательно похож. Он должен быть похож. Так же и мы похожи. Мы должны быть похожими. Но это наш характер и это наш плод. Здесь мы должны быть максимально одинаковыми. Мы смотрим на родителей и их детей и говорим, они похожи. Все родственники между собой похожи. Так же и мы, братья и сестры, как церковь Божья, наделенными качественными, определенными, измененными, мы должны уподобляться в образ и характер Иисуса Христа. И здесь, чем максимально мы похожи, в этом смысле близнецы лучше, чем двойняшки. Я условно говорю. Мы должны максимально быть похожими. Но это относительно характера. А теперь относительно способностей. Мы должны быть максимально разными. Мы и есть разные. Потому что Бог дает каждому, особо наделяет. Когда он говорит, речь идет о способностях, мы разные. И это значит, что я не могу сказать, что я или кто-то из нас имеет, знаете, семь пядей во лбу или как бы я абсолютно способен. Ну, имеется в виду семь пядей. Вы понимаете, пять – это вот. И вот если семь раз таких, у тебя такая большая голова, следовательно, большой мозг, и ты со всеми можешь справляться. Но в Церкви Божьей так не бывает. В Церкви Божьей каждый должен занимать свое место. И мы друг друга дополняем. Глава Христос в Церкви. Мы нужны друг другу, братья и сестры. У вас есть дарование способностей, которых нет у меня. И только взаимодействуя вместе, мы приносим плод и славу нашему Господу Иисусу Христу. Я хочу предложить буквально коротко нам для размышления одну историю. И хотя это очень было давно, но эта история отражает сегодня нашу повседневную жизнь. Она говорит о том, чтобы мы не сравнивали себя с другими, потому что эта тема, она не перестает быть актуальной, даже в наших христианских кругах. Да, это определенная беседа. Я сейчас такое предисловие скажу. Ее ведут настоящие христиане. Даже, вернее, ее основоположник христианства и его ученик. То есть Господь Иисус Христос и один ученик. И в этом диалоге участвуют двое, но речь идет о третьем, который в этом не участвует. Так часто бывает? Вы даже не знаете, кто о вас говорит. Это интересно. Так вот, один выступает в качестве объекта, о котором что-то всегда говорит. И вот этот сам третий, он не в курсе, что происходит. И это очень важно. И также мы иногда живем в обществе, а нас слагают истории, нас неизвестно, похвалили нас, поругали, поставили в пример или хорошо, так знаете, от души покритиковали это. Но это хорошо, что мы этого не знаем на самом деле. Так вот, Иван Глятиана, 21 глава, 21 стих. Цифра 21, знаете, всегда очень хорошо запоминать. 3 на 7. Сегодня, кстати, 7 число, 7 месяц. Всегда нужно какие-то находить форму для запоминания стихов. Так вот, 21, 21, легко запомнить. Его увидел Петр, Иван Глятиана, его увидел, Петр говорит Иисусу, сейчас мы поймем о ком, ну Иоанн это сам записал, Господи, а что он, а он что, Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибывал, прибыл, пока приду, что тебе до того, ты иди за мною. Знаете, между апостолом Петром и Господом есть вот этот диалог, он не просто между, про них, это диалог про нас, про наше устойчивое желание быть одинаковыми. Но иногда, только тогда, когда нам это удобно и выгодно. А что он? Мы все время озираемся. А что будет у него? А что ты ей дал? А что ты ему дал, Господи? Время покажет, кто что получил. И знаете, давайте представим, что мы все стоим друг за другом в определенной некой очереди, потому что духовные дарования это подарки, которые дает нам Господь. И вот мы стоим, приняв крещение, идем за Господом, получаем, стоим в очереди за духовными подарками, которые нам дает Господь. И вот мы встали в нее и услышим, что Господь впереди раздает что-то ценное, значимое для нас. Конечно, Он учитывает индивидуальные особенности каждого из нас, ведомые только Ему. И мы быстро выстраиваемся в определенную колонну и звучит голос. Например, вот тот прежний товар, который давали, он заканчивается. Представьте, закончилось. Как мы себя ведем в этой ситуации, братья и сестры? Что делают обычно люди? Вот заканчивается товар. Но Он говорит, у меня есть другой товар. И люди начинают спешно, настойчиво интересоваться, что же получили другие. И если вдруг они понимают, что то, что сейчас дают, это меньше, чем то, что получили другие, они проявляют, мы проявляем обиду и недовольство. Как же так? Нам не хватило? Дай нам, Господи, то, что получили другие. И вот этот выбор сходится к одному важному знаменателю. Что угодно, только дай мне так, как у других. Но это неправильно. Так Бог не работает в церкви. Бог наделяет каждому индивидуальные духовные дарования. По мере способностей, братья и сестры. Мы должны это уловить. По мере того, к чему у нас сердце больше расположено. Мы должны сегодня понять очень важную мысль. Или вот такой еще один пример расскажу. Что делает нас похожи в какой-то степени. Например, мы идем по улице, и это тоже такой, может быть, отрицательный пример, но тем не менее раскрывающий наш сердечный потенциал. Мы идем по улице, и вдруг проезжает машина, и мы понимаем, что она нас обливает полностью грязью. Грязью из лужи. И знаете, вот степень обычно человеческого возмущения, она, как сказать, зависит, знаете, от чего? От одного неприглядного факта. Разделили ли со мной участь, стоящая рядом со мной или нет? Это интересный момент. Если вдруг окажется, что мы оба облитые, то как бы и легче это все переносить. К сожалению, это бывает так. И знаете, и вдруг рождается что-то такое не очень христианское. Не я один. Хорошо. Это и с другим как бы. Ну, ничего страшного. А если мы одни так вот, а другой все чистенький, ну как так? Мы этого не скажем. Но это некое косвенное вот это понимание, почему происходит это в человеческом. Почему мы сравниваем? Вот это сравнение, это зависть, это желание быть похожим над другими, нежелание мириться с тем, чем наделил меня Господь. Мы говорим о Церкви Божьей. Мы говорим о подвиге Иисуса Христа. Мы говорим о том, как функционирует Церковь. Только находясь на своем месте, войдя в свое призвание, я буду самым счастливым человеком. Но я должен услышать этот голос, я должен понять, что я могу делать для Бога. Не существует неодаренных людей, но есть ленивые рабы, которые зарыли свои таланты. Для нас сегодня это очень важно. И вот недавно Петр совсем абсолютно ни на что не рассчитывал. Он просто бил себя в грудь и говорил, Господи, ты просто прости меня. Помните, да, что было накануне? Совсем недавно. А теперь он интересуется, а что ему, а что тому или третьему. И ему Господь говорит, иди ты. Вот сегодня, нам сегодня Господь говорит, иди ты. Совершай свое служение в своих обстоятельствах, трудных. В своих, может быть, в своей категории, в своем ограничении физическом, в своем ограничении эмоциональном, в своем ограничении, может быть, родственном, в том, во что тебя призвал Господь. Ты должен идти и совершать это служение. И это очень важно. Почему? Потому что, если вы будете иметь любовь друг друга, когда мы будем молиться друг за друга, когда мы будем радоваться успеху друг друга, братья и сестры, вы должны непременно радоваться. Потому что сегодня обычно часто зависть, она, знаете, происходит не просто, именно мы ревнуем к равному себе. Потому что нас не волнует судьба тех, кто старше нас, или тех, кто младше нас. Вас будет волновать судьба с тем, кем вы крестились, с тем, с кем вы выросли. Потому что это рядом. Кто-то старше, но он старше, мне что делать, у него больше возможностей. Но вы все пойдете разным темпом. И мы должны сегодня понимать, Господи, помоги мне бежать, чтобы получить от Тебя награду. Благослови меня, Господи. И вот для нас сегодня Господь говорит, хватит заниматься бесполезным сравнением судеб. Потому что у меня к каждому свой индивидуальный подход. Я умер за каждого. Я прихожу не просто в большое помещение, где много дверей. Я стучусь персонально в Твою личную дверь, в Твое личное сердце. Для того, чтобы наделить Тебя дарованиями для служения, мне говорит Господь. И в заключение хочу привести еще один пример. Для нашего запоминания. Знаете, нам кажется, что жизнь христиан, она действительно во всех смыслах лучше другого христианина, лучше, чем моя жизнь. И если мы представим Господа, как некий океан, переполненный мудрости, силы, способности, власти, абсолютно того, что есть. Потому что Христос – это полнота, наполняющая все во всем. И вот мы, он океан, и вот мы стоим, каждый со своим сосудом. У кого-то пластиковый стаканчик, у кого-то бутылочка 0,5 литра, кто-то держит два венра. Но это все равно максимум все то, что может держать человек внутри. У каждого свои способности. И мы это все по очереди вливаем в океан. Соединяем. То есть наши возможности соединяются с возможностями Бога. Скажите, пожалуйста, будет какая-либо разница между тем, кто вылил стаканчик или два венра воды в океан? Изменится ли уровень воды? Конечно же нет. А знаете почему? Потому что только каждый день испаряется около триллиона тонн воды с поверхности земли. Это даже не статистическая погрешность. Это абсолютно ничего. Пустота. Поэтому наши способности – ничто. Плюсом, минусом, главное, насколько мы имеем общение со Христом. Главное, насколько Он может пользоваться нами. Насколько Он может руководить нами. Насколько Он может давать мне силу, и я могу искать способности в Его водительстве и в Его власти. Вот что для нас важно. Поэтому, дорогие братья и сестры, вопрос не у нас, а во Христе. Но у нас есть замечательная радостная новость. Истинно познаю, когда-то Петр сказал, что Бог нелицеприятен. Нелицеприятен. Что это значит? Это значит, не важно то, что ты умеешь. Важно то, кем делает тебя Христос. Важно то, если ты обращаешься к Нему. И если ты у Него просишь, Господь, дай мне эту способность. Я хочу трудиться для тебя. Бог использует тебя. Бог желает использовать. Он говорит, я обозреваю всю землю. Я непрерывно ищу людей, которые желают посвятить свою жизнь мне. Я хочу их использовать, чтобы они несли и совершали этот труд. Обозревают всю землю, чтобы найти то сердце, еще вполне преданное Господу. Сегодня Господь благословляет нас, братья и сестры. Мы в действительности должны сегодня идти за Ним. Молча, совершая свое служение, без этих слов, а что Ему? А как у Него будет? А что Он имеет? Ты призван, призвана Господом. Ты не случайно здесь. Ты не случайно в Его теле. Ты нужна. Ты нужен, брат, сестра. Почему? Потому что Господь умер за нас. И сегодня мы будем вспоминать эту заповедь, исполняя ее. Наши братья и сестры будут это делать в первый раз. Для того, чтобы возвещать смерть Господню. Для того, чтобы не сравнивать сегодня. Может быть, нам нужно помолиться в тихой или громкой молитве. Для того, чтобы сказать, Господь, я все время ориентировался на других, забывая про себя. Я вредил самому себе. Я враг сам себе. Я должен смотреть на Тебя и сравнивать свой прожитый день с настоящим днем. Я должен видеть ту работу, которую Ты делаешь во мне. От чего это нас избавит? От зависти. А когда у нас не будет зависти, мы будем поддерживать друг друга, мы будем молиться друг к другу. И Бог через свою церковь, смиренную и сокрушенную, будет совершать тот труд, который Он совершает до сего дня. Пусть Господь нас в этом благословит и поможет нам это исполнить. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok